Сегодня у нас в студии президент мотобольной команды «Металлург» Валерий Нефантьев и мастер спорта России международного класса Алексей Семенов. И мы поговорим о планах на ближайшее будущее. Здравствуйте. Добрый день. 26 апреля открывается мотобольный сезон. Какие игры мы увидим в ближайшее время и с кем? Первые весенние игры всегда были на юге, на юге, как в Краснодарском крае. В этом году так календарь сложился, что с 1 по 7 июля, с 1 по 7 апреля в Коврове будет Кубок России разыгрываться. И поэтому все команды, чтобы два раза не ездить, краснодарская команда заезжает к нам. 26-го мы играем с командой, которая в этом году дебютирует в высшей лиге. Это команда Кировец из Краснодарского края, станица Полтавского. А вторая игра уже с умудренным опытом команды. Команда «Агрокомплект», которая в прошлом году была вторым, и вообще она всегда в тройке. То есть серьезная подготовленная команда. И потом, после этих двух игр, 30-го, уезжаем уже на розыгрыш Кубка России. Скажите, насколько удалось создать полноценный тренировочный процесс, насколько удалось войти в форму? Учитывая вот эти климатические сюрпризы, которые в этом году у нас случились, мы достаточно поздно начали специальные тренировки на мотоциклах. И поэтому сейчас мы пытаемся наверстать то, что не получилось сделать из-за погоды. То есть тренировок становится больше. Вот на прошлой неделе, допустим, вообще 4 дня подряд на мотоциклах выезжали. Время тренировок увеличивается. То есть здесь немножко в более проигрышной ситуации, чем команды из Краснодарского края и Ставрополья. Они по факту могут уже все время тренироваться. А вот у нас из-за этих эксцессов с погодой сдвинулся еще дальше в этом году подготовка именно на мотоциклах профильная. Но как ощущение все-таки удалось? Скажем так, сможете дать бой достойный? Я в таких случаях всегда говорю, что игра время покажет. Но мы, безусловно, прилагаем все усилия, чтобы начать выступление в чемпионате России и Кубке России с успехов. И, соответственно, продолжить тоже победными играми, победными поступьем. С каким настроением команда сегодня начинает матобольный сезон, особенно пометуя о том инциденте, который произошел в финале чемпионата прошлого года, когда команда из Ипатова, если не ошибаюсь, ушла с поля? Абсолютно верно. Команда «Колос» из города Ипатова, основной наш соперник, последние 10 лет преподнесла, в общем-то, пренеприятный сюрприз. Они, кстати, наказаны. Они так бы второе место заняли, так они их из тройки решением исполкома Федерации Моцелетного спорта России, их вывели из тройки, они им за 21-й год поставили четвертое место. Конечно, в этом году, естественно, у них будет наверняка максимум желания доказать, что они все-таки достойны быть в первой тройке чемпионата России. Поэтому с ними, конечно, будут игры, я думаю, что очень серьезные. И я, наверное, предлагаю вам обратиться к нашим зрителям и пригласить их на соревнования, рассказать, когда они пройдут в нашем городе, в Винном, да, и чтобы они могли поддержать наших ребят. Да, конечно. В конечном итоге спортсмены играют для вас, дорогие зрители. Кстати, в этом году команде 50 лет и исполняется 50 лет. И зрители наши всегда нас поддерживали. Поэтому я бы хотел, чтобы в этом году, особо в юбилейный год команды, чтобы вы пришли, поддержали команду. А команда, я думаю, не подведет. И уж в своем юбилейном году все-таки, как и всегда, будет на золотом пьедестале. Приходите, пожалуйста, 26-го и 27-го две игры в 18 часов. Ну что ж, будем болеть за наших. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и мастером спорта России международного класса Алексеем Семеновым. К другим новостям.